Благоустроительный сезон в столице Хакасии близится к завершению. Поэтому повестка заседаний штаба по реализации программы по формированию современной городской среды с каждой недели становится всё короче. Намеченные на 2022 год работы по обустройству дворов многоэтажек в Абакане, к примеру, на сегодняшний день полностью выполнены. Так что всё внимание общественным территориям. Остается буквально 3-4 объекта. Один из них – площадка у нового корпуса детского сада «Ёлочка». У мэрии города появилась возможность сделать чуть больше в плане её благоустройства в текущем сезоне. Выплыла экономия в Архаграде. Они добавили деньги, провели торги дополнительно, потому что проект был исполнен не весь, в зависимости от того, что не хватало денег. Сейчас нашли дополнительное финансирование, весь проект вернули назад. Мы вышли туда, будем устанавливать 670 метров тротуара, бордюры, что-то около полутора тысяч тротуара заасфальтируем. Там, по-моему, даже, а, там есть лавочки 12 штук и что-то, по-моему, 8 урн. И вот это всё готовится. Там газончики, но принялись, должны в этом году сделать это обязательно. Уже работы ведутся. Основной объём работ по благоустройству общественной территории, которая находится между 12-й школой, детсадом «Ёлочка» и многоэтажными домами Покрылова 88-90, специалисты МЖФ выполнили ещё в августе. Заасфальтированы автомобильные парковки, смонтировано освещение и проложен пешеходный тротуар вдоль образовательных учреждений. Но пока позволяют время и финансовые ресурсы, городостроители решили провести дополнительные работы. Параллельно специалисты МЖФ «Абакады» сейчас завершают обустройство сквера на улице Пушкина. Это тоже их объект в текущем сезоне. Там практически завтра уже закончится, ну, на этой неделе закончат бордюры установку. И будем ждать, когда нам фирма «Колизей» даст плитку. Там просто конец года, очень большой у них заказы идут много, идёт большая задержка. Это не наша причина. То есть, как они нам плитку выдадут, буквально за неделю мы её уложим. Ну, весь вопрос теперь во времени её поставок. Таким образом, и благоустройство общественных территорий, предусмотренная программой формирования комфортной городской среды на 2022 год, выходит на финишную прямую. Субтитры создавал DimaTorzok